Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжим заниматься руками. Очень важно, чтобы наши руки были такими же сильными, подвижными и активными, как наши ноги. Вы можете почувствовать, что любое движение руки вызывает напряжение мышц корпуса. Если это движение с усилием, значит корпус должен включиться еще больше. И очень часто нарушается баланс в сгибателях в бицепсе и трицепсе. Это та группа мышц, которая обеспечивает наше движение руки вперед-назад и участвует в движении во время ходьбы. Такая глубинная мышечная цепь рук. И мы попробуем выполнить упражнение, которое позволит восстановить баланс и достаточно хорошо нагрузить эту группу мышц. Для начала становимся на четвереньки. Мы будем сегодня со своим помощником вместе. И первое, что необходимо, выставить кисти под плечо. В этом положении, то есть мы будем выполнять движение, можно чуть-чуть дальше, да, мой помощник не пытается помочь. Значит, мы попробуем сгибать руки в локтях. Прям ощущаем, где находятся наши локти. И пробуем медленно, не спеша, направляет наши локти в сторону корпуса. Сейчас буду его прижимать аккуратно. Медленно сокращаем локти, сокращаем, сгибаем наши руки в локтях и направляем наши локти. Обратите внимание, запястья не меняют своего положения. То есть мы учимся, вот даже если вот так, почувствуйте, насколько собрались наши лопатки, раскрылись ключевые суставы и медленно выпрямляем руки в локтях. Еще разочек. Медленно, не спеша, учимся согласовывать эту работу. Мягко сгибаем руки в локтях. У нас вес уходит вперед. Ладошки равномерно соприкасаются с полом. То есть мы должны сохранить наши запястья. Упираемся в нашу грудную клетку. Держим это положение и медленно разгибаем руки в локтях. Очень хорошо. Еще несколько раз, чтобы почувствовать это движение. Я слегка смущусь. Медленно, не спеша. Почувствовали наши руки, запястье. Мягко сгибаем руки в локтях. Весом уходим вперед. Медленно. И направляем локоточки в сторону пупка. Мы таким образом раскрываем наши плечевые суставы. И мы можем упереться себе в грудную клетку. И медленно разгибаем. И теперь, для того, если вдруг есть проблема с запястьями, это упражнение можно сделать на кулачках. То есть мы точно так выставили в положение. Собрали положение. Следим за тем, чтобы у нас не была округлая спина и шея не пряталась между плеч. Мягко сгибаем локоточки в руках. Медленно. Опускаем на грудную клетку. Мы можем даже упереться, то есть зафиксировать это положение. И мягко выпрямляем руки в локтях. Еще разочек. У нас большой пальчик смотрит вперед, мизинчик назад. Медленно. Сгибаем руки в локтях. И мягко выпрямляем. Отлично. Заканчиваем движение. Если есть возможность, у меня сегодня возможности, видимо, нету, лечь. И почувствовать, что изменилось в ощущении рук. Как вы ощущаете работу ваших рук. И мы помним о том, что наши руки связаны с ногами. И поэтому, чем лучше наше запястье, чем сильнее, тем лучше наши голеностопы. Чем сильнее наши пальчики рук, тем более эффективно работают пальчики ног. Поэтому не забываем уделять внимание нашим рукам. Желаю успехов в освоении собственного тела.